Снегопад закончился, а каши на дорогах Барнаула осталось. Это почти центр улицы Интернациональная, колея в 20 сантиметров. Брюхом не бороздят, но следы глубокие. Сотни метров от проспекта Ленина и про дороги будто забыли. После снегопада здесь коммунальщиков точно не было. И не только здесь. Жители потока тоже обижены на дорожников. Мы даже с коляской не ходим, мы доезжаем и идем пешком, потому что коляску вообще не прокатить. Да даже санки возьмешь, тут нет ни тротуара нормального, ничего. Конечно, не чищены, но вон, посмотрите, на потоке, я был сегодня утром, тоже не чищены. А это солнечная поляна. Рядом 120-я школа. Дорога к ней есть, но у родителям школьников приходится ежедневно совершать настоящее восхождение. И против них не только слой снега. Из-за резкого потепления в ноябре асфальт покрыла ледяная корка. Затем прошли снегопады. Месячная норма осадков уже превышена, поэтому машины буксуют. Водителям ничего не остается, как штурмовать выезды к центральным магистралям. А к домам пробираются почти на ощупь. На нечищенные дворы жалуется почти весь город. По правилам, у дорожников есть 6 часов после снегопада, чтобы приступить к уборке. Начинают с улиц, где ездит общественный транспорт. Здесь не придраться. Действительно, на главных дорожных артериях даже наледи нет. А во дворах норматив другой. Там дается 8 часов. Но тут жильцы заждались коммунальщиков. С 4 ноября. Как была колея, так и остается. Это вот нас их постоянно. Но во дворе я ни разу не видел. Не чистил. По официальным данным, сегодня город убирает 70 единиц техники. Больше сотни человек вручную очищают подходы к пешеходным переходам и остановкам. Только за ночь с дорог Барнаула вывезено 4000 кубометров снега. Но, по всей вероятности, сил не хватает. Власти города публикуют телефоны в районах, куда жители могут обращаться, если дорога не чищена. Всю неделю в краевой столице прогнозируют снегопад. К выходным плюсовая температура, а затем резкое похолодание. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости.